На стендах фотографии знаменитых шахматистов и интересные факты об интеллектуальной игре. Краевеческая выставка «История развития шахмат» в Звенигороде собрала не только ветеранов этого движения, но и подрастающее поколение. Поколение молодых ребят, которые уже в своем возрасте прославляют самые интеллектуальные игры спорта и шахмата. Мы гордимся, что Валентина Николаевна уже 58 лет в своей семье взращена на территории Звенигорода шахматы. Супруг Валентины Николаевны способствовал продвижению и развитию шахмат в городе. Геннадий Ермаков был одним из активных жителей Звенигорода. Участник всего был. На лыжню встает, на волейбол встает. И везде у него почетная грамота. Вот такой активный был человек. И очень любил детей. И любил шахматы. У него было хобби. Самое главное, хотя много, но самое главное – это музыка. Он любил петь, любил играть на инструментах. И второе – это шахматы. На данный момент юные жители города активно вовлечены в шахматное движение. Александр и Алексей играют в шахматы 5 лет и уже достигли больших успехов. То, что там надо сидеть и думать. К тому же рассуждать, тут есть логика. Мне то же самое нравится. И особенно выигрывать соперника. За все время в Звенигороде проводились международные турниры и соревнования по шахматам, которые продолжатся и в будущем. Трепетное отношение к действующим тренерам по шахматам, которые работают в том числе и на общественных началах в Звенигороде, позволили создать выставку, которая легла ярким звеном в историю города, в историю жителей. За успехи в спорте юных шахматистов наградили и вручили им памятные призы, а организаторам выставки – почетные грамоты. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».